У нас давно не финансируется и хотелось бы застрить на этом ваше внимание. Первое. У нас требуются дополнительно финансовые средства. Это разработка программы по энергосбережению 194 тысячи рублей по всем учреждениям культуры. Далее. Региональный фонд капремонта по центральной библиотеке, музейно-выставочный центр, филиал номер 2 Кравченко-1 требует до финансирования 1 миллион 419 тысяч рублей. Этот вопрос у нас давно болезненный. Нам управляющая организация жилком сервис выставляет счета, и мы эти вопросы не закрываем. Кроме этого, требуются дополнительные расходы по ремонтным работам. Так, в городской дворец культуры требуется ремонт помещений в здании на сумму 381 тысячи рублей. И приобретение тента и полового покрытия для концертной площадки, которая находится на детском городке. Поэтому нужно тоже застрить на внимание в сумме 300 тысяч рублей. Кроме этого, требуются у нас ремонтные работы по центральной библиотеке системы. Это ремонт кровли Кравченко-1, второй филиал, на сумму 657 тысяч рублей. По центральной библиотеке системы также требуются дополнительные расходы, не вошедшие учрежденные в план ФХД. Это обслуживание программы ИРПС 50 тысяч рублей. Это в рамках модернизации мы получаем оборудование, где нужно заполнить программным обеспечением данные компьютера, будем так говорить, и расходы по центральной библиотеке на получение периодических зданий. Дополнительные средства 300 тысяч рублей. Если не выполним эти показатели по финансированию, естественно, нам будет минусы в стране министерство и процессы. Это федеральный закон, который мы обязаны выполнить. Также по музейно-выставочному центру у нас требуются дополнительные средства на ремонт кровли 3,5 миллиона рублей, ремонт козырька входной группы также 1 миллион 500 тысяч рублей и установка в виде наблюдения в рамках консистентрической защищенности 85 тысяч рублей. В целом, по этим предписаниям требуется 12 миллионов 234 рубля. Кроме этого, у нас идут предписания по росту технадзоров, по пожарным надзорным исполнительным моментам. Это арочный металлоискатель во всех учреждениях культуры, дополнительного образования, детской школе искусств, городской области культуры, в юбилейном и в энергетике. Кроме этого, в энергетике требуется обработать органезащитную обработку деревянной конструкции в чердачном помещении на сумму 721 тысяч рублей. По детской школе искусств в рамках антитеррической защищенности установка ограждения забором территории школы искусств на 4 миллиона 161 тысяч рублей, приобретение арочного металлодетектора и замене оконных блоков на 2 миллиона 585 тысяч рублей. В рамках этих по замене оконных блоков сегодня ведется работа и документация по 517-П, обратиться в правительство финансов, чтобы на следующий год войти в программу. Также на выполнение работ по сохранению объекта культурного следия регионального значения, братская могила семьи советских активных работников, погибших в легендарх северского вооруженного мятежа по адресу Назара, 8-й микрорайон, сооружение 2-е, реставрация памятника на сумму 1 миллион 290 тысяч рублей. Работы требуются провести согласно предписанию службы госохраны объектов культурного следия Красноярского края. Спасибо за внимание. Я так понимаю, программа несбалансирована. Зачем мы ее сейчас слушаем? Вот, я хотел тоже уже в конце рассказать, но Евгений Петрович подвыкнулся, потому что, смотрите, коллеги, пояснительные записки данной программы, последний абзац, почитайте, да? Да. Что готовилось, смотрите. Основные статьи расходов муниципальной программы обеспечены не в полном объеме. Наряду с этим, в учреждениях культуры в рамках предписания надзорных органов не доведено бюджетное оседневание на 2022 год. Помним ситуацию, когда неисполнение предписания надзорных органов, убегли штрафы, это необоснованные бюджетные дополнительные расходы, которые можно было исключить, да? Если мы с надзорными органами либо отработаем, договоримся, какие-то там элементы рассрочены, либо мы должны в обязательном порядке за счет средств помощи или муниципального бюджета решить эти задачи. Николай Николаевич сейчас рассказывает о памятнике северского мятежа, там миллион двести цифр, да? Объект культурного наследия и здесь предписание краевой структуры в этом отношении. Как его не исполнить, да? Памятник к истории на видном месте. И так далее, и так далее. Поэтому, конечно, сегодня вот программа, которая представлена в показателях достижения, то есть показатели, да, в праздничной записке, конечно, эти показатели, они не подтверждены финансовыми обязательствами, финансовыми расходами, а доля максимально это муниципальный бюджет, да, вот на структуре, видим федеральный, краевой муниципальный бюджет. Поэтому, как Евгений Петрович говорит, программа, она с точки зрения наличия мероприятий, приоритетности их финансирования и объема финансирования, она не сбалансирована и не отвечает действительности. Поэтому, как предложение есть, предложить администрации города в кратчайшие сроки, это связано с бюджетным процессом, потому что это в основу бюджета будет положено, да, предложить администрации, в частности финансовому управлению, все дела культуры, сбалансировать мероприятия и скорректировать. Если есть какие-то мероприятия по показателям, надо исключить, нет денег, и они сильно не повлияют на процесс развития культуры, как называется наша программа, их надо исключить и скорректировать показатели в меньшую сторону. А какие-то, если вы сейчас деньги, отправить на приоритеты, в том числе и устроенные администрации органов. Поэтому сама фраза, что все, что было рассказано и все, что написано, не подтверждено финансовыми обязательствами, это говорит о том, что показатели сегодня сомнительные.